Всем привет дорогие друзья, меня зовут Илья, и это рубрика лучшие идеи для пабга, где я рассказываю вам о самых лучших идеях с форума реддит, которые предлагают сами игроки, и иногда, хоть и очень редко, разработчики реализуют данные идеи, и сегодня я снова нашел кучу интересных идей, которые я расскажу вам, а вы после выпуска напишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось, а также предлагайте свои идеи по улучшению пабга, если конечно у вас они есть, а я знаю что есть, но сейчас как всегда спонсор и мы сразу начинаем. Хочешь приумножить свои скины? И тебе надоело, что на рулетках и опенкейсах армины решаются за тебя? Играй с настоящими игроками, а не сайтом на pubg.gl. Удобный дизайн, честная игра благодаря алгоритму сша 224, есть ставки от 1 цента. Переходи на сайт по ссылке в описании и получи 50 центов. pubg.gl, джекпот, а не рулетка. Ну и начнем мы наверное с новых карт. На форуме реддит целая куча разных концептов, начиная с зимней карты и заканчивая джунглями или островами. И вот пример, карта под названием Навара. Это карта на 50 человек с различными островами, и основной способ передвижения здесь это не машины, а лодки, ну и водные мотоциклы. Также автор предлагает сделать две вариации карты. Одну обычную, а вторую с отливом, где открывается много новых локаций, которые до этого были под водой. И конечно же их тоже можно будет лутать. Вот такая вот неплохая идея с новой картой. А также некоторые концепты карт попадают в паблики вконтакте, и там всем говорят, что это настоящий концепт карты, прямо от разработчиков. Но конечно же... Нет. И вот знаете, по-моему в пабге надо сделать так же, как и в контрстрайке. Добавить некий редактор, чтобы каждый мог делать свою карту, ну и потом делиться ей со всеми игроками. Это было бы очень классно и весело. Я надеюсь, что когда-то такое будет. Что ж, ну а мы идем дальше. А следующая идея от подписчика, я взял ее из комментариев под прошлым видео. Идея заключается в том, чтобы добавить в игру некие ловушки, например капканы или растяжки. Вот допустим такие, как есть в Расте. И по-моему идея реально неплохая. Чтобы их не ставили по всей карте, их можно сделать очень редкими, и добавлять допустим только VS дропы. И сделать так, чтобы когда он срабатывал, он не убивал персонажа, а снимал ему почти все хп. Это было бы намного интереснее. В общем не знаю как вам, но мне идея с капканами очень нравится. Особенно если это будет очередной редкий предмет. Что ж, едем дальше. Следующая идея очень простая, но при этом очень интересная. И автор предлагает сделать новый режим под названием Last Pen Standing. И идея заключается вот в чем. Есть 100 человек и у всех только сковородки. И все, в этом вся идея. Для большего хаоса и интереса, автор предлагает взять небольшую локацию. Допустим Prison. И чтобы там все сражались только на сковородках. Остальное оружие попросту убрать. И по-моему идея очень крутая. Я бы поиграл в такое, не все время, но пару раз точно. Если добавили зомби режим, то почему не добавить такой? Уверен, что он был бы так же популярен. Переходим к следующей идее. А следующая идея касается Красной Зоны. Автор говорит, что ему нравится сама концепция Красной Зоны. Но он считает, что она слишком скучная и слабая. Ведь шансы погибнуть там довольно таки маленькие. Примерно процентов 10. И автор предлагает разнообразить Красную Зону. А именно сделать из нее 3 разных режима. Которые будут выпадать рандомно. И будут они вот такие. Первая зона такая же, как и сейчас, только в половину меньше. И соответственно, раз она в половину меньше, то и шанс выжить там тоже меньше. А также данная зона бы точно взрывала ваше транспортное средство. Прям вот 100% шанс. Вторая Красная Зона била бы не рандомными ударами. А именно по транспортным средствам и боевым действиям. То есть, если вы завязали перестрелку в Красной Зоне, то на вас обоих будут скидывать снаряды. А также на все машины, которые находятся в Красной Зоне. Что бы вы наверняка не смогли сбежать. Третья Красная Зона самая интересная. Потому что она дымовая. Появляется Красная Зона и полностью окутывается дымом. И видимость там просто нулевая. В такую зону было бы удобно штурмовать здание. Или допустим неожиданно заходить со спины. Да и в целом было бы довольно таки эффектно и классно. Вот такие вот интересные идеи от автора. Не знаю возможно ли такое реализовать. Но было бы очень круто. Особенно с дымовой зоной. Да и тогда Красную Зону бы реально боялись. А не как происходит сейчас. Что ж идем дальше. А вот следующей идеи мне очень не хватает. Да и думаю что вам тоже. Эта кнопка играть снова. Если допустим вы заняли топ 1 или вас убили. Вы такие хоп и начинаете новую игру. Без ников, захода в меню и прочего. По мне так очень удобно и нужно. И надеюсь что такое скоро добавят. И гребаный выбор карты тоже. Следующая идея это обновленный компас. Автор считает что компас который находится в игре сейчас совершенно бесполезен. Потому что показывает неправильные координаты. И вот допустим пример с деревом. Оно было на востоке. Поворачиваемся и восток смещается. Хотя дерево стоит все так же на востоке. И автор предлагает сделать компас чуть побольше. Чтобы он был более точный и реалистичный. Так что тоже вполне нужная идея. Ну и последняя на сегодня идея. А заключается на вот в чем. Делать такой специальный режим для лучших. То есть когда вы занимаете топ 1. Вы имеете право с полным лутом перейти в другую катку. Где будет также 99 человек тоже занявших топ 1. И у них также будет лут из прошлой катки. И таким образом будет потная и интересная катка. Так что тоже неплохая и веселая идея. Что ж, ну а на этом у меня все. Всем большое спасибо за просмотр. Если у вас есть свои идеи, то пишите об этом в комментариях. А также напишите, что думаете про идеи из выпуска. Понравились они вам или не понравились. Ну и конечно же ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был Илья. Всем удачи. Всем пока. И до новых встреч.